приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя меня зовут юлиана друзья им о вас всех приветствуем изобилие и достатке сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 9 июня поговорим что-то за день федоры почему на федору не метод из избы ссору поговорим о том что можно делать в этот день что нельзя делать в этот день обязательно досмотрите это видео до конца чтобы знать чуть чуть больше информации об этом дне итак друзья в народном календаре 9 июня день федоры или по-другому еще называют федорин день и наши предки в этот день говорили что на федору не метод из избы ссору свое название в народном месяц слове этот день получил в честь мученицы феодоры которую православная церковь почитает 9 июня святая дева феодора вместе с воином дедомом пострадали за христа в период гонения на крестьян при императоре диоклетиане это года его правления двести восемьдесят четвертый триста пятые годы и к этому дню как мы уже говорили приурочена поговорка которую наши предки всегда говорили на федору не выноси из избы ссору очевидно что сложно она не только ради рифмы но все равно в те времена в этот день мусор из дома не выносили почему для того чтобы не обидеть домового и не намести беду у наших предков было особое отношение к мусору существовали даже определенные строгие правила обращения с ним а также запреты выносить в определенные дни или при определенных обстоятельствах мусор из избы считалось что федора на язык колючая она норовит узнать о плохом и быстро разнести по деревне о том в каком доме проблемы даже поболтать возле колодца в этот день бабы не останавливались ведь федора стоит за углом и хочет узнать о худом выяснять отношения 9 июня также нельзя потому что можно поссориться на всю жизнь люди которые связаны с торговлей на федору для своего домового ставили за печку горшочек каши и туда бросали несколько монеток надеюсь что это принесет и в дальнейшем прибыль люди которые родились именно 9 июня к сожалению легко или легкоранимые и им следует носить малахит на федору 9 июня также проводились различные магические ритуалы и заговоры их могли проводить не только виду не целители но и простой народ и друзья мы с вами сегодня поговорим об обряде для того чтобы в вашем доме деньги никогда не переводились опять мы при проведении этого обряда будем обращаться к домовому как только скроется за горизонтом солнышко налейте в стакан красного вина любого красного вина но хорошего вина и поставьте на свой старый кошелек в котором уже должна лежать небольшая сумма денег монеты и бумажные купюры и поместите все это в темный угол это может быть кладовка шкаф или какой-то чулан далее сядьте перед столом к окну лицом и зажгите 7 свечей перекреститесь и три раза скажите такие слова домовой прими чарочку и деньгу чтобы не оказался я никогда в долгу пусть моем доме всегда будет сытно и богато чтобы была полна счастья моя хата замок закрывая ключик из рук не выпускаем да будет так пост после этого нужно погасить свечи и закопать их под старым деревом а вот кошелек и вино пусть постоят всем дней после остатки вина нужно выпить а на деньги купить продуктов для всей семьи и еще один друзья ритуал для того чтобы задобрить домового вы в этот день можете провести так как мы знаем что очень важно жить с домовым в дружбе и согласии и тогда и он ответит вам добром поэтому 9 июня купите у трех разных продавцов такие угощения конфеты печенье леденец при этом немного переплатив за них дома разложите их по трем тарелкам конфетами поставить на углу кухни с печеньем спальне и следица под ванную очень важно чтобы тарелки были незаметны другим людям на каждое угощение нужно наговорить такие слова хочу стать твоим другом чтобы не ссорились и не ругались а только друг другу радовались угощения прими в моем доме порядок сохрани быть нам вместе всегда дружба на века после того как тарелки будут расставлены выйти за порог дома и трижды перекрестить входную дверь как бы закрепляя сказанное а уже 10 июня конфеты печенье и леденцы нужно будет отдать животным конечно вы скажете ну а как же конфеты печенье и леденцы съедят животные друзья вы возьмите их в одну какую-то посудинку которую вам не жалко или на салфетку печенюшка разломите не переживайте и вынесите на природу увидите что птички животные то те существа они это съедят они примут этот дар от вас вот друзья у нас с вами такой день 9 июня мы вам всем желаем мира любви гармонии и услышимся в следующем видео